Тельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца? В конце расклада я возьму карту совета для вас и посмотрим, что вам высшие силы советуют. И первая карта на ноябрь месяца для вас это карта дьявола, это карта искушения, карта борьбы. У вас могут быть какие-то ситуации, которые для вас они будут уже в начале, как, знаете, как для того, чтобы сбить вас с правильного пути, с правильного какого-то решения, может быть, ситуации. Постарайтесь, те, которые находятся в отношениях, не входят в других отношениях, в других общениях, те, которые одинокие мужчины и женщины, постараемся, да, не быть зависимостью чего-то, потому что здесь идет зависимость, здесь идет то, что вам мешает, да, развиваться, да, в будущем. Давайте посмотрим следующую карту и точно поймем, мои дорогие тетилцы, что это касается, да, для вас это искушение, да. Это четверка мечей, четверка мечей, хочу сказать, вот как со стороны мастера, да. Здесь могут быть, карта говорит о исцелении, о очищении, о освобождении. Под дьявол могут быть какие-то магические воздействия, какие-то магические ситуации, которые вы боретесь с этим. Но на это стоит все-таки обращать, мужчины, внимание. Те, которые не касаются магии, хочу сказать, может быть, вы по поводу вашей здоровья, может быть, приняли какие-то, знаете, лекарства, и вы были зависимость, но у вас вот в начале месяца идет уже исцеление, да. Постараемся, может быть, еще обращать внимание на ваше здоровье на начало месяца, потому что здесь могут быть сосуды, могут быть спина, могут быть ноги, мои дорогие. На это все-таки стоит обращать внимание. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, карта солнца, карта энергии. Знаете, у вас идет почему-то уже в начале очень много усталости. У вас нет прояснения, у вас нет светлости, да, почему-то у вас все в тумане. Мои дорогие тельцы, мужчины и женщины, неважно, одиноки, в семье, в отношении, обращайте внимание на ваше здоровье. Это может касаться именно из-за магического воздействия, у вас есть усталость сильно, у вас есть вот именно ваша энергия, как будто кто-то крадет, и вы не понимаете, почему у вас нету эти силы. Если отходим от этой ситуации, да, здесь вам нужно вот это, знаете, как говорится, наполнить это солнце, да, дать тебе это энергия, дать это радость вам, то, что не хватает, но все, вот почему-то на последние четыре месяца, почему-то у вас на исходе ваши силы. Обращаем, мои дорогие тельцы, женщины и мужчины на это, обращаем внимание, потому что здесь как будто, да, очень много усталости, но это, знаете, как какая-то кармическая задача вы проходите. Давайте посмотрим следующую карту на середине месяца, карта девятка кубков. Девятка кубков – это ваша изобилие. А почему у вас происходит так, мужчины и женщины? Потому что вы не можете держать все под контролем, и вы не можете, да, у вас что-то получается, вы быстро рассказываете, вы это кому-то должны доказывать, показывать, что вот у меня вот в работе так хорошо, я успешно в отношении, я вот, ну, вышла замуж во второй раз, или там нашла вот после этого сам, но не стоит, мои дорогие, потому что вы сами из-за этого страдаете, да, у вас сами вот ваша изобилие, это ваш эгоизм, да, и приводит к тому, что вы очень сильно, да, показываете людям, и это ваше, да, все-таки благо, вот стабильность страдает. Давайте посмотрим следующая карта на середине, карта рыцарь Пентакли. Вы знаете, вы в ожидании, вы как будто боитесь чего-то пройти, вы как будто переживаете, что у вас все настолько плохо, что ничего не налаживается. Мои дорогие тельцы, женщины, мужчины, вам, если вы не можете сами вот это пройти, эту преграду, эти трудности, вот то, что касается, может быть, кто-то в отношении чувства, что что-то происходит в работе, в финансах, поймите, здесь вы должны преодолеть вот эти ваши страхи, эти преграды, не быть в ожидании, что кто-то за вас решит, и реально может быть здесь очищение, освобождение, и может быть даже как защита огненно для того, чтобы вы защищались от этих искушений. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, карта тройка кубка. Тройка кубка вам почему-то нет желания, да, радоваться. У вас есть такое состояние, что настолько у вас потеряно быть счастливы, быть рады, быть счастливыми людьми даже самого, именно внутри себя. Вот даже внутри себя, не то, что, знаете, когда вы несчастливы, вы не можете дать еще это счастье кому-то, поэтому здесь и нужно, да, вам нужно вот вначале прояснить, понимать, что с вами происходит, обращать внимание на ваше здоровье, обращать внимание на ваши энергии, на ваши силы, на ваши какие-то цели, мысли, да, потому что здесь идет, знаете, очень, да, как туман, да, вас как будто дьявол не отпускает, постоянно как будто для того, чтобы вы искушались, и чтобы что-то неправильно сделали. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас, карта отшельников. Карта всегда вы в поиске, почему-то вот в ноябрь месяце вы всегда будете искать, и правильно я хочу сказать, что будете делать, потому что у вас пойдет вот такое прояснение, что у вас что-то не идет как должно, и вы будете искать, вы будете понимать, вы будете какой-то анализ, самоанализ, и это будет правильное решение, мои дорогие тельцы. Мужчины и женщины обращаем на все, да, что происходит именно даже вокруг себя, и стараемся никому ничего показывать, доказывать, или даже, ну, чтобы они, знаете, в лице других людей вы показались лучше, чем других. Давайте посмотрим следующая карта, следующая двойка кубка. Доверьте именно внутреннее ваше состояние, вам нужно прислушиваться вашей интуиции, то, что вам ваша душа говорит. Вы пока не будете в доверии сами с собой наедине, то никогда, знаете, даже любой совет вам не поможет. Здесь нужно прислушиваться, доверять себя, и если вы понимаете, что нужно что-то делать, брать стремление и сделать, да, не стоять, и не бояться, что у вас это не получится. Давайте посмотрим карта совета, и что вам высшие силы советовать. И вот, мои дорогие, карта, карта, это пятерка кубка говорит о вашей боли. Здесь, да, я буду это повторить, потому что здесь могут быть какие-то магические воздействия однозначно у вас на ноябрь месяце, это очень хорошо прочувствуется. Но это, хочу сказать, это будут, может быть, с женами, мужьями, люди, которые вы были в отношении долго, это может быть мама, свекровь, там, это близкие люди, это кровники ваши. Мои дорогие тельцы, обращайте внимание, вот это, как, знаете, как предупреждение для вас, чтобы вы, вот именно ноябрь месяца были внимательны, да, по отношению не к другим людям, а по отношению к самого себя. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номер телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.